всем привет сегодня опять дошли руки до кота доделываем то что не доделали смотрим масляный насос регулируем карбюраторы закручиваем то что все у нас а по откручивалась там вот может это видео я разделю на два регулировка карбюраторов и все остальное может быть соединю в одно но поехали вот чтоб что-то нам увидеть на масляном насосе берем зеркало и вот видно да зеркало две метки одна метка у нас риска а вторая метка у нас . вот . это у нас обкаточный режим а риска это у нас уже рабочий режим и вторая риска вот она наверху это у нас режим полного газа сейчас я дам полный газ у нас должна риска совпасть сейчас у нас все стоит на уже на рабочем режиме вот по умудок можно конечно сделать обкаточный режим но я масло немножко доливаю в бак поэтому я его ставить не буду да ну все давайте посмотрим это я уже показывать не будут совпадет не совпадет при полном газе вот это вот рисочка давайте так ну значит все у меня совпало сейчас я одену хомутики вот на этот шланг здесь и у меня хомутика нет вот там тоже нету и туда тоже одену но предварительно мне надо его отсюда будет снять сейчас я попытаюсь это сделать вот такие вот хомутики я одел туда-сюда два нашел всего больше нету один чуть по получше другой но главное что сидит чуть-чуть за за хомутал нормально все дальше пошли вот по поводу глушить или не глушить масляный насос я глушить не буду я уже определился для себя но на крайняк могу вам кто хочет посоветовать мой придуманный способ например бы значит вот этот шланчик который подается в масляный насос вернее в смеситель вот сюда он же насос он же смеситель вот этот масляный шланчик вот он вот его можно просто отсюда выдернуть здесь вот эту точку заглушить она здесь на резьбе можно и просто болтом заглушить или шланг сверху надеть с хому нахомутать короче заглушить сам шланчик вот этот удлинить его можно просто поменять например какой другой шланчик взять и за увести его обратно в масляный бачок как его заводить масляный бачок тут уже можно придумать самим чтобы у нас получился закольцевание потом при продаже например или еще каких-то моментах можно будет вернуть все на место без потерь не надо снимать двигатель разбирать снимать насос и тому подобное просто кольцу им систему и все будет нормально тем кто хочет я придерживаюсь мнение не трогать так ну ладно все давайте продолжаем сейчас буду ставить карбюраторы по моему я ничего не упустил сейчас я все это дело еще смажу здесь все механизмы и буду ставить карбюратор так вот снял я крышку переднюю и увидел вот такую вот историю короче когда ревет ремень этот ремень остается в цилиндрах ухты тут единая головка идет прикиньте она целиковая и вот куски этого ремня оказываются на цилиндрах она как как утеплитель и в этих местах идет перегрев небольшой но перегрев вот изменение цвета видно да потому что не продувается воздух она как стекловата вот такая вот история так что если у вас или у нас еще распорвется ремень надо будет обязательно снять крышку и вынуть оттуда остатки ремня под ремнем я имею ввиду шнур к за который ручной стартер шнур ручного стартера не знаю каким образом он сюда попадает но каким-то образом он сюда попадает и образуется такие вот нехорошие ошметки сейчас посмотрим снимем вот эту крышку мы будем снимать то что нам на шнур перемотать но пока сниму стартер тут надо еще болт закрутить он стартера все по откручивалась короче вот эти все болты они откручиваются вот которые держат эти крышки их надо на что-то садить а на что я не знаю потому что дикая температура ну попробуем на гравера вот залез цилиндры камерой смотрю там что происходит плохо видно камеры с алиэкспресс душманская но задиры разглядеть можно вот нагар на поршне большой какие-то крапинки вот на этих вот они тут вот они крапинки какие-то вот таким образом смотрю задиры задиров нет все нормально единственное что большой нагар на поршнях из-за того чтобы топлива было много все еще второй цилиндр посмотрю также будет нормально все только вот такие вот крапинки беспокоит меня вот с чем это связано интересно вроде нигде ничего больше нет сплав что-ли такой короче ребята снять вот эту крышку с нашим стартером это целая история история просто пипец какая короче надо открутить масло бензобак масло бак вернее надо открутить вот это нижнее крепление держателя бака и приоткрутить заднее но с той стороны бака вот этот болтик который держит от держатель чтобы сдвинуть сторону вот открутить все болты вот эти на масло держи этом на вот этом вот вот это вот пластиковой ерунде которая держит стартер и также является кожухом абдула но точно это кожух кожух вот на этом кожухе все эти болты откручиваем потом откручиваем руль раз два три 4 и 5 и с этой стороны 6 можно открутить сам руль но я не стал открутил крепление руля пусть оно будет лучше так ну решил так сделать потом только увидел что можно открутить сам руль ну да ладно фиг с ним и так прокатило и сдвигаем руль немножко влево и в полевых условиях вот этот процесс очень очень мне кажется трудоемок как бы подлезать очень сложно в одежде там какой-то блин теплая то вообще ну история очень печальная будет если у вас не работает электрический и механический порвется как бы сделать можно но например в мороз это будет практически нереально поэтому веревка всегда должна быть в нормальном состоянии когда-то я снимал ролик почему ее рвет и выкладывал и теперь мне надо подумать как сделать вот эту втулку почему здесь тоже терет ее да как-то эту втулку на тоже наладить чтобы она не протиралась ну и пред натяг вот такая веревка если кому надо где-то ну может сантиметров 40 торчит и вот часто выпущен в опущенном состоянии получается где-то один оборот на тяга и уже подсоединение к ручке вот я отметил на один оборот он прокручивается и подсоединяется к ручке и и все вот сейчас будем разбирать сам стартер так откручиваем болтик на 10 за ним идет чашка за чашкой пружина за пружиной вот такой вот грузик он же у нас и собачка там идет вот такая вот пружинка запоминаем как она стоит вот она так выглядит возвратная собачки все и теперь можно снимать вот снимаем также там у нас пружина вот у меня меточка сделано вот так она встает у пружины преднатяга здесь нет как на бурановском стартере здесь хватает вытаскиваем веревку и натяжка пошла так ну все все на этом вот у меня он был уже побитый его уже паяли этот стартер меня уже повидал видов да конечно чего разбивает веревка зацепляется видели какие хула хмоти там болтаются не дай бог она где-нибудь порвется и размолотит все как-то не очень грамотно сделано это все сдвинул вторую часть еще нашел вот веревку короче там этой веревки немерено продул все тут короче от шишек всяких веточек много всяких веточек тут тоже не откуда не понятно откуда но они тут есть вот поэтому все равно продул хорошо все сейчас буду обратно собирать веревку поставил новую вот все болты буду садить на герметик который держит эти черные за крышки потому что нереально все откручивается все нас надо ставить на герметик вот у меня был герметик час на него буду ставить тут вот такой а не поставил карбюраторы хочу показать вам одну интересную деталь вот если камера передает вот такие черные образование на цилиндре вот эти образования на обоих цилиндрах я деревянной палкой по лил как бы задиров как таковых нету но вот место черное до чернота присутствует и она именно вот в этом месте больше она нигде не проявляется то есть если я поршень сбину чуть-чуть вот чернота ушла что касается колец что касается колец вот такой вот тоже черный нагар на кольцах это говорит о том что газы прорываются но кольцо нижнее кольцо у нас свободно ходит то есть как бы туда-сюда спокойно ходит никаких там нагаров и тому подобного нету то есть вот что касается смазки но вот пока снегоход стоял тут около двух месяцев смазка полностью кончилась на на цилиндры цилиндры сухие короче вообще не на кольцах не только на ней днище юбки поэтому когда первый запуск считайте что снегоход запускается на сухую после долгого стояния лучше наверное этот момент наверно могут произойти какие-то казусные ситуации задиры или еще тому подобное вот при установке карбюраторов вот эти поводочки проводочки вот они тут вот эти проводочки должны ложиться вот на краешек вот этой вот резинки сейчас я покажу как вот этот карбюратор будет установлена пока туда смотрите вот это вот расположение но вот специально буртик сделан для того чтобы здесь эти проводочки оказались тогда у нас карбюратор стоит вертикально как вы помните я уже убрал отсюда регулировочные дистанционные шайбы потому что мне карбюраторы вообще болтались тут влево вправо все сейчас поставлю карбюратор покажу так ну что ребят собрал я короче этот снегоход кому нужно длина веревки примерно метр восемь диаметр пятерка там будет немножко поменьше но так с запасом взял завтра настрою натянул все нормально будет и буду регулировать карбюраторы уже завтра на этом видео закончу если завтра время будет по моему его тоже не будет видео это закончу вот смотрите какие у меня руки красивые это вот я оставил так воздухозаборник чтобы его поставить это целый трэш вот эти резиночки они сюда вообще вот здесь вплотную он короче он то стоит жестко движок играет здесь вот такие вот потертости вот здесь потертости это от того что вот движок по ним вот так туда-сюда ходит это конечно очень дурдом то что воздухозаборник жестко закреплен а двигатель играет но вот я немножко силикончиком порабрызгал так чтобы немножко по по смазочка была а так так надо чем-то мазать а чем мазать хрен знает но будем масло может подливать еще чем потому что это вообще дурдом не знаю чем это вообще связано короче засунуть вот эти штуки на вот этот карбюратор блять это вот такие руки и там тоже с той стороны и плюс еще потом два самореза там с той стороны вкрутить это дурдом ну все на сегодня видео закончу значит следующем видео будет у нас регулировка карбюраторов но для этого мне пока надо дождаться вариатор видео про вариатор тоже будет про тот который у нас ведомый видите он снят может быть это видео выйдет раньше может быть то поэтому надо дождаться чтобы отрегулировать карбюраторы нужен этот узел чтобы завести машину можно было спокойно с ремнем значит что я вам скажу сегодня я потратил 10 с 11 утра час 7 вечера и это время практически все я занимаюсь вот тем что я вам выложил в этом видео больше ничем я с ним не занимался то есть вот столько времени уходит у человека который уже 10 лет занимается железом автомобилями мотоциклами чем только не занимается чтобы вот это вот привести в удобоваримое состояние это еще принципе на самом деле не такой сложный агрегат но чтобы подлезть надо вымазаться везде во всем как бы закрутить и чтобы не дай бог он сломался где-то в лесу блин это вообще будет катастрофа просто просто не подлезть ничего не сделать все это короче техника должна быть готова уже с гаража выезжать сезон просто идеальном состоянии но для этого я ее и копаю чтобы понимать вообще как и что устроено здесь все на этом ребят пока кто что-то там увидел неправильное или пишите в комментариях добавляйте какие-то нюансы которые я не могу знать тоже пишите в комментариях если вы знаете все на этом пока вот чтоб что-то нам увидеть на масляном насосе берем зеркало и вот видно да зеркало две метки одна метка у нас риска а вторая метка у нас . вот . это у нас обкаточный режим а риска это у нас уже рабочий режим и 2 риска вот она наверху это у нас режим полного газа сейчас я дам полный газ у нас должна риска совпасть сейчас у нас все стоит на уже на рабочем режиме вот по умудок можно конечно сделать обкаточный режим но я масло немножко доливаю в бак поэтому я его вставить не буду да ну все давайте посмотрим это я уже показывать не буду совпадет не совпадет при полном газе вот это вот рис . давайте